Довольно много сил российская пропаганда потратила на то, чтобы дискредитировать украинскую мобилизацию, рассказывая, как всех подряд хватает на улице и отправляют в окоп. Забывая сказать, что даже сейчас, когда мобилизацию в Украине уже стащили, людей, которых там набирают, это люди от 25 лет. В России же во время мобилизации набирали от 18. Но более того, тему со срочниками, которых с начала войны полномасштабного вторжения России в Украину в Украине не набирают, срочной службы в Украине нет уже два года, в России все это время срочников продолжали хватать. Хватать на улицах, хватать в хостелах, в офисах, где угодно еще. Всех людей, достигших 18 лет, у которых нет отсрочки. Но эта тема не так сильно, что называется, форсилась, потому что срочники, они же не воюют, правильно? Они сидят, чистят картошку и через годик возвращаются домой. Я много раз рассказывал, что это не так. Я много раз рассказывал, что срочников отправляют в российское пограничье, где дроны по ним прилетают, где есть вероятность того, что вы не доживете до конца службы и откуда вас будут вербовать уже непосредственно в зону боевых действий. Однако, пока гром не грянет, срочники не перекрестятся. Но теперь Владимир Путин хочет срочниками заткнуть дыру в Курской области. Он не хочет брать войска, которые прямо сейчас уничтожают территорию Украины. На Покровском направлении, на Торецком направлении нет. Он хочет обойтись срочниками, свозяек со всей страны в Курскую область, о чем сообщают их родственники. Поэтому те люди, которых хватали на улицы в России, те люди, которым только-только исполнилось 18 лет, сейчас будут отправлены в Курскую область, чтобы сдохнуть за интересы Владимира Путина. Несколько солдат рассказали, что были ранены в бою перед тем, как попасть в плен, пишет ВП. Один рассказал, что пытался подорвать себя гранатой, чтобы избежать плена, но выжил. Украинские военные оказали ему первую помощь, а затем отвезли в клинику, где ему сделали операцию по удалению осколков. Российские военные сказали в Вашингтон-Пост, что с ними хорошо обращаются, им оказывают медицинскую помощь и кормят три раза в день. Журналисты были свидетелями того, как несколько пленных шутили с украинскими охранниками тюрьмы. Двое срочников, 19-летний Николай и Сергей, рассказали журналистам, что украинцы атаковали их штаб 6 августа. Их командиры ушли, не дав никаких команд, и молодые люди, опасаясь за свою жизнь, три дня шли по лесам и болотам. В итоге они вышли к автомобилям, на которые был нанесен белый треугольник, символ украинской группировки, участвующей в операции в Курской области. Я пытался вспомнить, был ли треугольник нашим опознавательным знаком или нет, сказал Николай. Вскоре их окружили и отправили в Украину. Другой срочник, 20-летний Кирилл, рассказал, что его радио было выключено в момент вторжения ВСУ в Курскую область, поэтому он пропустил призыв к отходу. Он спрятался в окопе, но вскоре был окружен украинскими войсками, которым сразу же сдался. Еще один срочник, 20-летний Никита, рассказал, что его соединения через два дня после прорыва ВСУ эвакуировали подальше от границы, в заброшенный деревенский дом. Когда к нему подошли украинские солдаты, командиры решили сдаться. Срочник Денис, которому 20 лет, рассказал, что первые украинские солдаты, с которыми он встретился, позволили ему убежать. Он избегал захвата в плен до 9 августа, потому что боялся, что его будут пытать в украинской тюрьме. «Я полностью изменил свое мнение», — сказал он журналистам. Впрочем, не только их слова — это то, на что мы опираемся, но и то, как они выглядят. Собственно, видеозаписи как раз взятых в плен российских срочников уже из самой тюрьмы, где они просят обменять их на азовцев. Очевидно, их попросили это сказать на камеру. И когда я говорю «попросили», наверное, это слово надо брать в кавычки, потому что когда рядом с тобой стоит охранник тюрьмы и говорит «сделай вот это», это вряд ли воспринимается как просьба, скорее как приказ. Тем не менее, на них нет существенных повреждений, синяков даже нет. Они выглядят вполне румянами. Да и, впрочем, при любом обмене российских военнопленных на украинских военнопленных, мы видим, что с украинской стороны поступают люди в нормальной форме, не изголодавшие, не исхудавшие, без переломов, без чего-либо такого. А вот из российского плена возвращаются украинские защитники, к сожалению, потерявшие по 25 килограмм, просто похожие на скелетов с огромным количеством переломов, ссадин и ампутированных конечностей. Это чудовищно. 95% украинских солдат в российском плену подвергаются избиениям и пыткам, говорят международные организации. К счастью, украинцы не уподобляются российской армии и российским тюремщикам. Тем не менее, безусловно, мы видим, что перед нами обычные люди. Я бы показывал вам фотографии видеозаписей с пленением этих людей и так далее, но YouTube что-то в последнюю неделю жестит, очень сильные пленных принимают за трупы. Но я думаю, что вы встречали бесконечное количество фотографий, видеозаписей, как российские солдаты просто огромным количеством сдаются в плен, включая последний крупный случай, когда 102 российских солдата сдались в украинский плен. Поэтому, как минимум, Курская операция важна тем, что обменный фонд очень серьезно пополнился. И я думаю, наконец-то спустя два года у украинцев есть возможность вернуть домой защитников Азовстали, которые в чудовищных условиях содержатся в российском плену. Контрактники, содержащиеся в той же тюрьме, также сказали журналистам, что бои в Курской области были их первым боевым опытом. Только один из пленных, 33-летний Аскерхан, ранее воевал в Украине, и 60 человек, с которыми он воевал, выжили, по его словам, только четверо или пятеро. Доступ в тюрьму журналистам предоставила украинская Миноборона при условии сохранения его расположения втайне, отмечает Вашингтон-Пост. Во время разговоров с пленными украинские охранники присутствовали в камерах, но не вмешивались в разговор. Некоторые заключенные отказывались от общения с журналистами, сообщает Вашингтон-Пост. Но это люди, которым повезло, это те срочники, которые сдались и остались живы. Но если Вы думаете, что все срочники сдались и остались живы, Вы глубоко заблуждаетесь. Есть наверняка немало российских солдат, включая срочников, которые погибли, которые навсегда умерли. И больше никогда их родные их не увидят. Да, они взяли оружие и пошли на приграничные территории. Да, они помогали заряжать установки, наносящие удары по украинской территории. Все равно я чувствую некое различие между срочниками и между, например, контрактниками, которые за деньги пошли убивать украинцев. Это не значит, что я как-то сильно им сопереживаю. Эту возможность я утратил. Ну, когда есть агрессор, когда есть жертва, у меня вся моя эмоциональная эмпатия уходит в основном на то, чтобы сопереживать жертве, пытаться ей помочь. И на агрессора особо не остается. Тем не менее, мне кажется, важным, чтобы люди в России задумались. Задумались о том, что их детей прямо сейчас Владимир Путин отправляет туда вновь. Их детей без ведома. Этих детей без ведома. Этих родителей. Я говорю о том, что вместо того, чтобы отвезти всех срочников оттуда максимально, раз уж вы поставили охранять границу срочников, думая, что Украина никогда не пойдет на то, чтобы захватывать ваши территории для дальнейшего обмена на собственные, или чтобы смотивировать вас забрать свои войска с территории Украины и переправить их в другую область, то, наверное, здесь вы должны отогнать срочников и туда отправить профессиональных военных. Но вот загвоздка. У Путина нет свободных профессиональных военных. Для него очень важно продолжать наступать в Донецкой области, продолжать захватывать разрушенные доставания украинские города, которые уничтожают каждый день на протяжении 905 дней этой полномасштабной агрессии. На протяжении 10 лет, если говорить про войну в целом. Ему настолько важно захватить руины в Донецкой области, что отбивать Курскую и сдерживать там врага, как их видит Владимир Путин, он посылает срочников, новых срочников. Часть из них, которая только приняла присягу. Часть из них, которая никогда в жизни не стреляла. Прямо сейчас Владимир Путин берет ваших братьев, сыновей и отправляет их на мясо, чтобы за ними прятались новые кадыровские подразделения типа АИДа, потому что им не хватает мяса, за спинами которых можно будет спрятаться. Это происходит в эти секунды. И люди в России должны понять, что чем больше они поддерживают эту власть, эту войну, тем ближе к ним эта война подойдет. В их регион, в их дом, в их место, на кладбище, цинковый гроб, в котором окажется их ребенок. Если вы думаете, что речь идет, то и срочников посылают только из самой Курской области, вы глубоко заблуждаетесь. Сообщение об отправке срочников в Курскую область поступает из многих регионов. После начала наступления ВСУ в Курской области родственники срочников стали массово жаловаться на отправку призывников в регион, где идут боевые действия. В некоторых случаях речь идет об отправке после курса молодого бойца или через несколько недель, а в некоторых об отправке прямо сейчас. В отдельных частях наказывают отправкой в Курскую область. Западные разведки считают, что Россия может перебрасывать срочников в регион, как раз чтобы не отвлекать контрактников от других участков фронта. Агентство отметило на карте все известные жалобы на готовящуюся отправку срочников в Курскую область. Срочников из Белгородской области, например, вот власти отправляют в Курск. Об этом рассказывает и Детелесом. Мой друг служит как срочник под Белгородом. Говорит, сейчас всех отправляют на Курское направление держать противника. Говорит, что их убеждают, что иностранные наемники не щадят наших мирных, и они не могут не идти в бой. Вы, наверное, много такого сейчас получаете, и не знаю, короче, я хочу узнать, как я или как вы можете помочь другу. Он говорит, что быть под обстрелом страшно, но их так хорошо обрабатывают, что на мои попытки сказать это беззаконие, он отвечает, это норма, а тут так сказали, надо выполнять. Но я же знаю, что он мирный человек, а хочет жить, хочу ему помочь. Он вообще по бумагам находится в Москве, проходит срочную службу. По факту их всех на границе очень давно держит, и сейчас всех отправляют на Курское направление, пишет один из обратившихся в Идите Леса. Кстати, если вы сами являетесь российским солдатом, контрактником, срочником, мобилизованным, неважно, и приняли решение перестать участвовать в этой чудовищной войне, оккупационной войне, прислуживать нацистской, фашистской, путинской армии, то пишите, В Идите Леса. Если вы не хотите быть частью российского вторжения в Украину, пишите, В Идите Леса. Также они пишут, что к ним обратился брат вынослужащего, который сейчас недалеко от границы с Финляндией. Младший брат служит на срочной военной службе, недалеко от границы с Финляндией. Возраст 24 года, образование выше юридическое. Срочников готовят к отправке в Курскую область. Моего брата определили в гранатометчике. Под датом отправки сообщают конец августа, начало сентября. Готовят к отправке срочника из части в Подмосковье. Здравствуйте, мой друг проходит срочку в Подмосковье, его хотят отправить в Курск. Можно ему как-то помочь? Не всех срочников отправляют в Курск, но боятся туда попасть все. Видел пост про Белгород, что оттуда отправляют в Курск, я служу в Ростове, нас пока не отправляют, но уже промывают и потихоньку готовят, что могут отправить нас, пишет «Идите лесом». Родители стали рассказывать о готовящейся переброске срочников в Курскую область сразу после присяги. Принявших присягу 3 августа срочников, 80-й мотострелковой дивизии готовят к переброске из Мурманской области в Курскую, где с 6 августа идут боевые действия. Их родственники начали распространять в соцсетях призывы с требованием не отправлять их детей на границу. Об этом агентству сообщили сразу несколько матерей срочников. Родители публикуют у себя в аккаунтах посты с требованием не отправлять их детей в Курскую область. В них сообщается, что срочники попали на службу вот только 6-7 июля, 3 августа. Они только приняли присягу, тогда им и сообщили об отправке. Сейчас в воинской части идет подготовка срочников к поездке в командировку в Курскую область. Созданы курские батальоны. Данную информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области идут боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей. Командование не придерживается заявления Владимира Путина 13 июня 2023 года не направлять солдат, проходящую срочную службу в зону проведения боевых действий, написано в сообщении. Агентство связалось с двумя матерями срочников, которые подтвердили актуальность этой информации. Одна из них рассказала агентству, что было 3 августа на присяге у сына, когда и стало известно про их отправку в Курскую область. Судя по ее странице в соцсетях, ее сын оказался в армии сразу после школы. Другая мама сообщила агентству, что родственники срочников уже объединились в один чат, чтобы предотвратить их отправку в Курскую область. В нем состоит несколько десятков человек, и он постоянно увеличивается. «Все волнуемся, что детей собираются отправлять в Курск», сказала она. Издание «Осторожно новости» отмечает, что родители также создали петицию в адрес президента и написали заявление в военную прокуратуру. Агентству подтвердили факт обращения родителей и в одной из организаций, которые занимаются правовой помощью российским солдатам. Из соображения безопасности агентство не называет собеседника. По информации организации, к отправке в Курскую область готовят срочников из разных регионов. Несмотря на наступление, российские власти не стали переводить оставшиеся в регионе срочников тыл объявих их боевым подразделениям. Об этом сообщило агентству несколько матерей. Сразу после начала наступления Украины на Курскую область стало понятно, что с тебя среди противостоящих ВСУ российских военных много срочников. Они входили в состав группы войск прикрытия границы. Некоторые из них попали в плен. Сообщается, что некоторые получили ранения. И Медиазона выпускает большую публикацию, где просто поговорила с матерями этих самых срочников. Я процитирую часть из этой публикации, оставлю ссылку на нее в описании, чтобы вы, многие зрители, кто смотрит меня из России, у кого этот вопрос скоро встанет с армией и так далее, просто представили себя на их месте. Представили себя на месте этих матерей, которые думали, что их ничего не коснется. Да подумаешь, армия, да подумаешь, что это же не где-то там в Украине. Война не бывает в одну сторону. Люди, на которых вы нападаете, всегда дают отпор, особенно если это Украина, если это страна, для которой эта война отечественная, которые сопротивляются фашистским захватчикам и оккупантам. Их атака Курской области уже дает плоды. Уже пополнился обменный фонд, и они смогут вернуть своих ребят домой. Уже пошли разговоры с российской стороны, на что менять Курскую область, и что вернуть ее будет очень сложно. Уже довольно многие люди увидели, что когда вы нападаете на другую страну, в какой-то момент, эта страна может оказаться и на вашей территории. Украине не нужна российская территория, и Курская область, скорее всего, не нужна, несмотря на исторические притязания на суджу. Они просто хотят, чтобы российские солдаты убрались нахрен, в Освоясе, убрались к себе домой, в России, чтобы их нога больше не ступала на украинскую землю. Украина хочет просто жить и развиваться, а не быть аннексированной, захваченной, уничтоженной. Украина не хочет, чтобы то, что было в Буче, в Мариуполе, в городе Ирпении, во многих других повторялось, в других украинских городах. Украина не хочет, чтобы ее города стирались с лица земли, как это делает Россия. Вот и все. Украина хочет жить. А Россия хочет, чтобы Украина умерла. Именно поэтому здесь нет компромисса. Здесь есть только один вариант выведения войск с территории Украины. И тогда ни одна ракета не полетит на Россию, и ни один срочник не будет в украинском плену и в земле. Однако пока Владимир Путин хочет продолжать войну и хочет кидать еще больше срочников на мясо, переправляя прямо сейчас их в Курскую область. И таких историй, которые вы сейчас услышите, будет становиться лишь больше. Власти не подтверждали гибель срочников. 14 августа стало известно, что в Курской области погиб 22-летний Артем Добродумский. Некролог опубликовал спортивный клуб каратэ Георгий Победоносец, где Добродумский занимался много лет. По словам его тренера Ярослава Стурова, Добродумский не дожил до своего дня рождения 3 дня, а его гибель подтвердили родственники. Все, что известно на сегодня, что он служил в срочную службу и погиб под Курском, цитирует Стурова, ростовское издание 161.ру. Украинский проект «Хочу найти» утверждает, что в плену могут находиться около 30 срочников, а за последние дни проект получил уже 125 заявок от россиян, разыскивающих военных, пропавших в Курской области. Как посчитала Верстка, украинские СМИ Телеграм-каналы опубликовали минимум 11 видео с солдатами-срочниками, взятыми в плен в Курской области. Сейчас мы с вами уже знаем, что их гораздо больше, как минимум 2,5 сотни. Важные истории по сообщениям в соцсетях о пропаже смогли идентифицировать 29 российских срочников. Астры утверждают, что к 15 августа их было уже 42. Пропавшие служили в 488-м мотострелковом полку и слоцированном в Клинцах под Брянском. Связь с ними потеряли в первые 3 дня вторжения в Курскую область. Срочники до сих пор остаются на позициях. В Курской области пишет агентство со ссылкой на источник в одной из организаций, которая занимается правовой помощью российским солдатам, как вы помните. Две матери, успевшие связаться с сыновьями-срочниками, рассказали, что призывники в области объявлены боевым подразделением. Взводу, по их словам, дают боевые команды, а командиры отказываются увозить срочников в тыл. О присутствии срочников в Курской области рассказал и командир чеченского спецназа Ахмат Абтиал-Удинов. До сих пор большая часть участка нашей первой пограничной линии контролируется. Как сидели, так и сидят подразделения пограничных войск. Как бы оно ни было, те же срочники сидят до сих пор в некоторых частях, отметил представитель Минобороны, который, правда, абсолютно все время врет. Но в истории про то, что срочники там задействованы, это абсолютная правда. Его бойцы, бойцы Абтиал-Удинова из Ахмата, бежали, пока эти срочники стояли на позициях, буквально пытаясь скрыться за спинами этих срочников. Родители срочников рассказывают об их предстоящей переброске в Курскую область. Они сказали агентству, что призывникам из 80-й мотоссылковой дивизии в Мурманской области сообщили о грядущей отправке сразу после принятия присяги. Других призывников командиры вынуждают подписывать контракт, угрожая отправкой под Курск. Верску утверждает, что срочникам предлагают 4-4,5 тысячи рублей суточных боевых за участие в зачистке Курской области после работы российских штурмовых отрядов. Свидетельства об отправке срочников в Курскую область, где идут боевые действия, поступают уже из 9 регионов, включая Москву и Калининград. В некоторых случаях речь идет о подправке почти сразу или через несколько недель, а в некоторых об отправке после курса молодого бойца. О переброске срочников в Курскую область сообщают источники западных разведок. Валентина Овчинникова, мать 19-летнего срочника из Ивановской области, 488-й гвардейский мотострелковый полк, войсковая часть 127-21 в Клинцах Брянской области. Сын после 9-го класса закончил колледж, получил специальность электромонтера. У него аномалия сердечного ритма, еще в детстве он ногу ломал, был сложный двойной перелом, у него одна нога, короче, другой прихрамывает. Пока дома жил, мы ему заказывали ортопедическую стелечку, говорил ему, давай сходим в платную поликлинику, тебе дадут белый билет. Но он уперся и все, я пойду. Он в полицию хотел пойти работать, а в полицию ни служивших не берут. Хотя служить Саша мог и не ходить, он был с отцом прописан, и отцу дали первую группу инвалидности в октябре 23-го года, а Сашу в ноябре забрали. Из Иванова Сашу отправили сначала в Острогожск, в Воронежской области, там он заработал воспаление легких, весной лежал в госпитале. Позвонил мне числа 7-го мая, мам, мы едем в Присецк. Думаю, ну ладно, слава богу, хоть подальше от границы, а вечная мерзлота, ничего страшного. А когда приехал, с вокзала звонит, мам, а мы на Брянск. Из Брянска его направили в Почел. Он там прослужил неделю, а потом привезли в Кренцы. Там он пробыл 4 дня и в Суджу. В июле я спросил его, где у них опорник. Саша сказал, а тебе и знать не надо. А потом я разговаривал с его другом, и тот обронил слово таможня. Начала искать по интернету, вышла на мап недалеко от Суджи. Это бывший международный автомобильный пункт. 2 августа Саша мне звонил, я спросил его про этот мап. Он ответил, ну ты правильно думаешь. И сказал, что в караул они ходят в лес, километра за полтора, где-то там у них был блиндаж. Саша был поваром в армии. В общем, в Курской области он был с мая. Я Саше не один раз говорила, вы там не должны быть, он отвечал, мама, оставь меня, пожалуйста. Сейчас общаюсь с другими мамами в чатах, некоторые говорят, их сыновей только в конце июля перебросили в Курскую область. Сейчас ненайденных мальчиков, может, 30 из 68, судя по данным в одном из чатов. 2 августа он сказал, что их начали обстреливать. Я спросил, а вас вывезли? Он сказал, нет, остаемся на мапе. Очень тихо говорил. Я, у тебя ничего не болит? Точно? Он, точно. Потом 5 августа прислал мне смс с кодовым словом. У нас с ним было кодовое слово на случай опасности. Написал, как дела, мам? И переписал кодовое слово. И потом в 15.46 еще одна смс. Сенсорный телефон у нас отобрали. Я пошел в наряд. И все, больше связи не было. Потом я писал, ему писала, а он уже не читал. И все, после этого мы его не слышали, не видели. 6 августа появилась вся эта информация про вторжение в СУ. Начала звонить в часть в Клинцы. 6 не дозвонила, 7 не дозвонила, 8 не дозвонила, 9 взяли трубку. Попросила с начальником поговорить. Но я так понимаю, я не с начальником разговаривала. Спросила, в какой роте Саша служил. Взвод. Сказали, не знаю. Я говорю, где мой ребенок? Они не знаем. Говорю, что значит не знаете, он срочник, я его вам отдала, отвечают. Но они находятся на оккупированной территории. Ну значит, надо эвакуировать, говорю. Вы сами понимаете, что пока там идут боевые действия, никто их вывозить оттуда не будет. Писала Еленя Санниковой из Кировского отделения солдатских матерей. Мамочки, терпите, берегите себя, берегите нервы. Вот так она ответила. Мы обзваниваем госпитали в Курске, в Курчатове. Говорят, что не дают такую информацию. О воинской части в Клинцах, когда мы все-таки дозвонились, позавчера умудрились сказать, в плохих списках Александра нет. Я говорю, так, а с этого момента поподробнее, значит, эти списки есть. Министерство обороны я не дозвонилась. Сначала в администрацию президента попало, они там смеются просто надо мной, дали номер Минобороны, не тот, а еще сказали, что только письменные обращения берут. Мы с другими матерями срочников хотели Путину писать, а дойдет ли это до Владимира Владимировича, на бой в Курскую область отправили. Как я эти дни живу? Днем вроде ничего, а как ночь начинается? Кушать надо варить или баню начинаешь топить. Сразу думаю, как они там? Где чего без еды, без воды? За что? Почему? Мы сами из деревни, пенсии не хватает, коз держим, мужа онкология, я пенсионерка, Сашу в 39 лет родила, но родился у меня в Рождество Богородице, он меченый, не может быть, чтобы он пропал. Сердечко щемит, наверное, он в плену. Это рассказ одной из матерей. И она все еще там же, на той же точке, она все еще думает, а Путин не знает, бояре плохие. Нет, Владимир Путин решил сжечь всех, срочников, контрактников, всех, уже 150 тысяч человек из Российской Федерации мертвы ради амбиций Владимира Путина. И это число будет расти. 500 тысяч ранены. Теперь сотни в плену. Сотни срочников. Только срочников сотни в плену, а часть, безусловно, мертва. И таких матерей будет становиться все больше и больше. Погода им в голову не придет, что главный враг это российское государство. Это Владимир Путин лично. Его непомерные амбиции и желание уничтожить Украину. Ирина Яцук из Вологды ищет 21-летнего сына Данила. Третья мотострелковая дивизия, воинская часть, 540-40-66, Богучар Воронежской области. Призвали сына 27 ноября 2023 года. Из учебки в Тамбове сына отправили в Богучар Воронежской области. В начале мая 2024 года на три недели на полигон, а после 6 июня в Суджанский район Курской области. Не знаю, как им это объяснили, сын сказал, что за месяц до Дембеля их отправят обратно в часть. Там вся граница была усеяна срочниками, они там давно уже стоят. Мы сейчас в чатах с мамами общаемся, у кого-то сын там с апреля, у кого-то с мая. И когда что в августе началась атака ВСУБу и приняли наши парни, которые ничего не умеют. Сын говорил, что там в приграничной зоне и контрактники есть, и мобилизованные, но в каком количестве, не знаю. При этом Данил говорил, что мобилизованные там те, кто после госпиталей. Мой бывший муж, отец Дани, ездил к нему 18 июля в Плёхово и лично видел, что у них ничего из вооружения почти нет. Даня говорит, а где у вас хоть пулеметы? Нет, папа. Говорит, вот недавно газелька какая-то несколько дней ездила, фотографировала позиции. А потом они выяснили, что это ВСУшники какие-то, ее вычислили, их расстреляли. Кто расстрелял, не сказали, ну уж не срочники, наверное. А там в салоне было три украинца, он отцура это рассказал. Еще 2 августа он написал отцу, нас обстреливают. 6 августа в 3 часа ночи Данил написал отцу сообщение, папа в 3 часа ночи начался обстрел, до 12 дня он не прекращался. Там разные КПП, на одном срочнике, на следующем еще человек 15 срочников, все на позициях. И на нашу позицию на нас напали. Уходили они с боем. В течение дня он писал, что им удалось уйти за 15 километров. Я спрашиваю, раненые есть? Он пишет, нет. На мои вопросы, кто, чего, какие распоряжения он не отвечал, только да, нет, хорошо. В 5 вечера, 9 августа, он вдруг написал, мы будем возвращаться, штурмовать свои позиции и больше на связь не вышел. Мы звонили в Министерство обороны, нет информации. В комендатуру Вологды, на горячую линию в Курскую область нет по нему никакой информации. Начала общаться в Телеграме с другими мамочками, тут такие большущие чаты, все мамочки ищут своих. Твой был в Плёхова? Да, был. Выходил на связь? Нет, не выходил. Они заставляют ребят сейчас подписать контракты, чтобы свои жопы прикрыть. Якобы там, в зоне боев, не срочники были, а контрактники. Якобы на них сейчас дезертирство оформят, раз они убежали в леса. А что им делать-то было? Они и стрелять-то не умеют. На них танки вышли. Вчера я ездила в Богучар, в его воинскую часть, 540-46. Приехала в часть, и нам говорят, часы приёма с 16. И вот мы весь день их прождали. Я думала, что мы приедем, и там куча мам будет. Ещё на посту спрашиваю, родители, наверное, к вам кучами ходят, а он, да нет. Только один мужчина приехал из Москвы, тоже требовал что-то про сына ему сказать. Но когда мы вышли из части, его уже не было. Пришла, говорю, поднимайте все дела, какая рота у него, номер жетона, где находится. Сразу засуетились, сказали мне номер рота и то, что Данил жив. Но сейчас он находится в посёлке, в окружении, говорят. Это командир с нами общался. Я его спрашиваю, а почему срочники одни границы-то защищают? А он, так а кто меня туда отправит? Некоторых срочников, которые ушли в леса, их вывели, забрали волонтёры. Я спрашиваю, а что с теми ребятами? Что? Он мне говорит, сейчас мы их переоденем, они пойдут снова занимать свои позиции. Я, то есть там идут бои, а вы их обратно? А он, нам их заменить больше некем. Фамилию этого командира я не запомнил. Военные ничего не предлагают, плечами пожимают. А чего ждать? Я бы, может, тоже так думала, пока не съездила, не поговорила с их командиром. Может, тоже бы думала, что лучше это огласки не придавать. Но если мы сейчас не поможем, кроме нас их никто не вытащит. И они полягут там в окружении, у них там нет помощи. Маргарита Тихонова из Оренбурга ищет 19-летнего сына Ильнара. У меня ребёнок числится в Воронежской области, в Богучаре. Войсковая часть, 917-11. В июне его отправили в Курскую область, село Плёхово. Зачем их туда отправили, он мне ничего не говорил. Он мне позвонил вечером 11 августа. Мам, не переживай, всё хорошо. Звонил с номера командира. Я до этого писал, описал командиру, он не отвечает. Потом в телеграме я его спросил, он живой, говорю, или с ним что-то случилось. И минуту через три позвонил Ильнар, но толком ничего не сказал. На следующий день, 12 августа, у сына был день рождения, ему исполнилось 19 лет. Написала командиру, поздравьте, пожалуйста, от нас, моего сына. Он ответил, ок. Потом где-то в обед я позвонил ему, он взял трубку. Командир ответил, ну, не сказать, что очень хорошо, но пойдёт. Я говорю, я вам буду тогда звонить. Связи не будет, ответил он. У меня трое детей родных и воспитываю ещё приёмного ребёнка-инвалида. Ильнар рвался в армию, он хотел, а потом спустя какое-то время позвонил и говорит, мам, скажи брату, пускай учится, тут в армии делать нечего. Второй сын тогда как раз хотел кадетку бросать. Эти дни я на таблетках сижу, ничего не получается. Я постоянно там, постоянно думаю об этом. Думаю же билет до Курска, что ли, взять, найти их. Так этих остальных детей оставить некому. Сергей Захаров, отец срочника из Пскова. Информация о том, что происходит со срочниками, там я владею на 100%. У меня сейчас сын там, он срочник. Мы держим связь, а я в курсе, что там происходит, что там творится, именно в этом месте, где они находятся. Там всё не так красиво, гладко и хорошо, как преподносят в СМИ и телевизорах. Поэтому мы вместе с родителями других срочников воинской части решили организовать этот сбор. Там всё нужно. И средства первой необходимости, и гигиены, и одежда, и обувь. Насколько я знаю, там в зоне боевых действий вообще не должно быть срочников, но они там есть. Вся страна удивляется, когда узнают. А как так? Там срочников нет. Это же ребята, наверное, контракт подписали. Я говорю, нет. Это обычные срочники, которые там сидят, наполовину брошенные государством. Вот как людям ещё доказать? Пока сын там, я не буду ничего говорить. Я не поеду в воинскую часть. Я приеду к ребятам и отдам это лично им. Поеду в конце недели. Еду абсолютно легально, не везу ничего запрещенного, сотрудничаю с волонтёрами, всё разузнал. Чего мне опасаться? Различных прилётов, террористов или кого-либо? Поверьте мне, я уже прошёл все эти войны и ничего не боюсь. Мы повезём только то, что в большинстве случаев должно было дать Министерство обороны ребятам-срочникам. Вот и всё. Оно им не даёт. Поэтому мы всем миром по нитке собираем и обеспечим ребят, которые уехали в Курскую область с нашей воинской части. Я знаю, что кроме наших пацанов там есть и другие срочники. Они есть там 100%. Там не один батальон их, потому что только наш сводный 11-й батальон и есть ещё 10 батальонов до него. И это только с нашей части. А таких частей по всей России немало, и за них тоже надо переживать. Есть всякие записи, ролики, передачи, где президент наш говорит, что срочники воевать не будут. И их там, в зоне боевых действий, не будет. А они там были, есть и будут. И жаль, конечно, но они там будут, понимаете? От этого мы никуда не денемся. Никто не говорит, гоните их всех вон. Страну надо защищать, но нужно обеспечение, их нужно обеспечивать, их нужно обучать. Их никто не обучал, дали автоматы, отправили. Ладно, ребята грамотные, сами разобрались. Так дайте им воды, дайте еды, дайте обмундирование. Мы четвёртый раз их одеваем и обуваем. Армия их одела один раз, и то в бэушную одежду. Серьёзно? Вы думаете, мы не били тревогу, не писали в воинские части, в прокуратуру, но многим родителям никак не добиться, даже через прокуратуру. Нам, наверное, повезло. Да, они срочники, брошены на нас, мы им помогаем, мы их обеспечиваем. Не говорю про всех, говорю про наших. Они сейчас стоят на блокпостах, у них пальцы вываливаются из берцев. Нормально? Мне другие родители сейчас тоже звонят, когда своих ребят ищут. Там сейчас очень много ребят пропало. Информацию, опять же, по большинству из них не даёт Министерство обороны. Они знают, что с ними. Отправили? Дайте бумагу. Не дают. И все всё понимают. Нет, я не помогаю Минобороны, отвозя помощь срочникам границ. Я могу приехать сейчас и забрать их всех оттуда, но это будет преступление, уголовно наказуемое для меня и для них. Поэтому я помогаю им выжить. Вы, наверное, не понимаете. Мы везём им абсолютно всё. От личной гигиены до бронежилетов. Мы не набрали им денег на каски, правда. Мы приобретаем всё, что нужно ребятам по мере поступления финансов, поэтому я готов выходить сегодня, завтра, сейчас, вчера. Но я с чем туда приеду? Сухим суповым набором? Нужно собрать всё, что требуется, и выдвинуться. У них, сына Сергеева, с усуживцев, был опрос недавно. Их спрашивали, кто хочет домой. Знаете, что они ответили? Все хотят, но никто не поедет. Потому что если часть оттуда уедет, там останется ещё меньше ребят. И они точно не выдержат. И поэтому они все до одного остались. Ребята уже перестроились. Поверьте, организм человека настраивается под любую дудку. Поэтому как бы ни было тяжело, они домой не хотят. Я с гордостью об этом говорю. Я из-за таких ребят сейчас спать спокойно могу. Я много чего видел и доеду, поверьте. Мне всё происходящее там не нравится. Так же, как и ребятам. Что можно сказать? Что, скорее всего, умрёт и этот отец, и его дети, и его сын, его сын и его сослуживцы. Потому что везя бронежилеты, он становится легитимной военной целью. А, собственно, его сын-срочник, который не хочет покидать позиции или не готов покидать позиции даже под угрозой уголовного преследования, в лучшем случае попадёт в плен. В худшем случае останется навсегда в той земле. Ну и так далее и тому подобное. У Медиазона очень много этих историй. Я оставлю их в описании. Почитайте. Это нужно не для того, чтобы проникнуть с сочувствием к несчастным срочникам. Как видите, многие из них считают, что они выполняют браво какое-то задание, что они на правильной стороне истории и так далее. Но, тем не менее, просто поставьте себя на место этих родителей. Хотя бы части из них. Поставили? Представили? А теперь сделайте всё возможное, чтобы не оказаться на их месте. Пишите вы детей лесом. Контролируйте, чтобы ваши дети, родные и близкие не были в российской армии. Потому что российская армия не только убийцы, но и будущие трупы. Причём не будущие в 70 лет, а в самом ближайшем будущем. А с вами был Майкл Найки. Берегите себя. До скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok